Антон Павлович Чехов Злой мальчик Иван Иванович Лапкин, молодой человек приятной наружности, и Анна Семеновна Замблицкая, молодая девушка со вздернутым носиком, спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечке. Скамеечка стояла у самой воды, между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко! Сели вы тут, и вы скрыты от мира. Видят вас одни только рыбы, да пауки, плавуны, молнии, бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками, щервями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю. Я рад, что мы, наконец, одни, начал Лапкин, оглядываясь. Я должен сказать вам многое, Анна Семеновна, очень многое. Когда я увидел вас в первый раз, у вас клюет. Я понял тогда, для чего я живу. Понял, где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную трудовую жизнь. Это должно быть большая, клюет. Увидя вас, я полюбил впервые, полюбил страстно. Подождите дергать, пусть лучше клюнет. Скажите мне, моя дорогая, заклинаю вас, могу ли я рассчитывать? Не на взаимность, нет, этого я не стою. Я не смею даже помыслить об этом. Могу ли я рассчитывать на... Тащите! Анна Семеновна подняла вверх руку с удилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка. Боже мой, окунь! Ага, скорее! Сорвался. Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и... Бултых в воду. В погоне за рыбкой Лапкин вместо рыбы как-то нечаянно схватил руку Анны Семеновны. Нечаянно прижал ее к губам. Та отдернула, но уже было поздно. Уста нечаянно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно. За поцелуем следовал другой поцелуй. Затем клятвы, уверения, счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливая обыкновенно носит отраву в себе самом или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз, когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и обомлели. В воде по пояс стоял голый мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семеновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался. — А-а-а, вы целуетесь, — сказал он. — Хорошо же, я скажу, мамаше. Надеюсь, что вы, как честный человек, — забармотал Лапкин краснее, — подсматривать подло, а пересказывать низко, гнусно и мерзко. Полагаю, что вы, как честный, благородный человек. — Дайте рубль, тогда не скажу, — сказал благородный человек. — А то скажу. Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города краски и мячик, а сестра подарила ему свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось, и чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семеной, туда и вон. Ни на минуту не оставлял их одних. — Подлец! — скрежетал зубами Лапкину. — Как мал и какой уже большой подлец! Что ж из него дальше будет? Весь июнь Коля не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков. И ему все было мало. И в конце концов он стал поговаривать о карманных часах. И что же пришлось пообещать и часы. Как-то раз за обедом, когда подали вафли, он вдруг захохотал, подмигнул одним глазом и спросил у Лапкина. — Сказать? А? Лапкин страшно покраснел и заживал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату. И в таком положении молодые люди находились до конца августа. До того самого дня, когда, наконец, Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. Ох, какой это был счастливый день! Поговоривши с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. И нужно было видеть, какое наслаждение было написано на лицах у влюбленных, Когда Коля плакал и умолял их, «Миленькие, славненькие, голубчики, не буду, ай-яй, простите!» И потом оба они сознавались, Что за все время, пока были влюблены друг в друга, Они ни разу не испытывали такого счастья, Такого захватывающего блаженства, Как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok